В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Мы живем в ситуации войны, причем мы живем, как сказать, не то чтобы в самой благополучной, у нас не самая хорошая роль, но самая паскудная, потому что мы против войны, но мы не можем ничего сделать, и мы можем только ужасаться тому, как идет война, мы можем и должны ужасаться тому, как страдают физические люди, потому что все наши душевные переживания, переживания с работой, с инфляцией, они все ничто в сравнении с тем, что люди просто погибают, и погибают не только от обстрелов, но погибают, ну, просто как растение, пересадишь на новое место, и оно гибнет, обычно гибнет, ну, вот сейчас, вот у входа, там, сирень Олег посадил, а третий год нету цветов, любая пересадка, а тут люди вынуждены уехать, были за тысячи километров, и нам кажется, о, он жил в Донецке, а теперь он в Мюнхене, вот повезло человеку. Страшная жизнь, страшная судьба, страшная, на всю жизнь человек искалечен, и должен это как-то переживать. А нам, нам хорошо, мы вот слушаем, какие мы плохие, какие мы негодники, что мы ничего не сделали, не предупредили, мы попискиваем, ну, мы же, ну, мы же-то делали, мы же-то все-таки старались, мы сейчас ради бы что-то сделать, но ничего не можем. И мы читаем, вот, выгнать, выгнать агрессора и на 200 километров демилитаризованную зону и репарации, и контрибуции, и компенсации, чтобы никогда больше. Это лозунг 1910 года. Один английский писатель выпустил роман под названием «Последняя из войн. Война за то, чтобы не было больше войн». Не в МОО. И что из этого вышло, мы знаем. Мир сей, мир, который стоит на материальном, мир, который видит опасность в том, что тебя обездолят, тебя лишат земли, тебя убьют, тебя изранят, пострадают твои близкие, твои друзья. Ты лишишься работы и будешь всю жизнь приживалом в более благополучных странах. Этот мир, который в нас есть, этот мир хочет безопасности и надежности. И мы этого хотели. И мы, когда мы искали правды, когда мы искали истины, и оказалось, что это Бог, правда и истина. Оказалось, что, может быть, даже то, что мы называем правдой и истиной, второстепенно по отношению к Богу, они от Бога. Если Бога нет, что нам делать с правдой и с истиной? Кого любить? Откуда брать искусство любви? Откуда брать силу прощения? Ниоткуда. Это невычисляемо из обстоятельств нашей жизни. Это от Создателя, это от того, кто нас создал и другого человека. Он создал, он и прокидывает вот эти связи любви и прощения. И тогда мы пришли к Богу, Он пришел к нам. Он пришел, как приходил к апостолам, к ученикам. И что же? Он пришел и взмыл. Он пришел, да, Он погиб, но Он знал, что это необходимо. А мы Его вновь и вновь спрашиваем. Господи, когда же Ты восстановишь царство наше? Такое, чтобы вот 200 километров, демилитаризованная зона, чтобы на 2000 километров не было ни одной страны, которая нас ненавидит и не любит. Чтобы, наконец, мы успокоились хоть чуть-чуть и могли спокойно пройти по улице. И что Он нам вместо этого говорит? «Этот Иисус пошлет вам Духа, вы будете им очищены». А что нас очищать? Мы страдальцы в этом мире, мы пострадавшая страна. Нас не надо очищать. Ты вот тех вот отгони, отгони. Нет, нет, не это спасение и не это мы празднуем сегодня. А мы празднуем то, с чего начинается Евангелие. Свет светит во тьме, и тьма не задавила его, слово стало плотью. И тогда оказывается, что настоящее счастье, настоящее спокойствие, настоящий мир, шалом, настоящая стабильность и безопасность – это Царство Божие. «Вокруг нас вновь и вновь поднимается тьма. Послушайте, так ведь апостолы, многие из них дожили до разрушения Иерусалима. Уж куда больше-то катастрофы. Страна стерта с лица земли, и все разметаны. И кто где, когда потом умер, кто на Кипре, кто в Египте, кто куда убежал, там и погиб. Его нашла мученическая кончина. Не римляне, а свои, как правило, были палачами проповедников веры. И вот вновь и вновь это Царство Тьмы поднимается. Но поднимается и Господь Иисус Христос. Его воскресение – это Его и наше Царство. Поднимается вокруг ложь, поднимается вокруг опять несправедливость. На три тысячи километров сделаем санитарную зону. Но в нашем сердце, и в сердце любимого человека, и в сердце наших детей, и коллег, и прохожих на этой улице, по которой мы идем, наслаждаясь безопасностью. А в этом сердце тьма. И сказал Господь. Тьма, которая в вас. Если это свет, то что же тогда тьма? В нас вот это Царство абсолютного мрака. В нас. И оно поднимается, оно восстает. Но воскрес Христос. Воскрес Господь Иисус. И воскресло и поднялось и Его Царство. И тогда оказывается, что уже не нужно нам санитарных зон. Не нужно нам стабильности и спокойствия. Нам нужно дно. Но живой Дух Божий, живой Господь, Он прошел через смерть, и смерть для Него – это единственный путь к тому, чтобы вернуться в Духе Святом, чтобы вернуться. И мы не могли Ему сказать, Господи, ну мне предстоит смерть, а Тебе это что, Тебе легко? Нет. Мы можем Ему сказать, Господи, Ты проложил мне дорогу. И я теперь знаю, что ни Царство, ни Государство, ни безопасность мне нужна. Господи, восстанови во мне человека. Восстанови во мне образ Божий. Восстанови во мне Царство Христово, Царство Света. И мы выйдем отсюда, и опять внутри нас, и же шевелятся червячки, и жабы запрыгают, и все египетские казни внутри нас. А не поднимутся, поднимется ли Христос, воскреснет ли Христос, воскреснет. Но для этого мы Ему должны сказать, люблю Тебя, надеюсь на Тебя, прощу все, не хочу зон безопасности, сам выплачу всем репарации, кому что должен и кому не должен, потому что долго нет, а любовь есть. И я могу отдать людям то, что им другие не отдадут. Значит, мы тогда граждане Царства Небесного, мы за других любим, мы за других прощаем и никого не попрекаем, я твою работу делаю. Это не работа, это наслаждение, это радость, это жизнь и любовь. И поэтому мы образ Божий, и поэтому Бог, войдя в мир, не разрушил ничего, не убил никого, потому что это Его творение. А прошел и воскрес, прошел и поднялся, поднялся так, что Его видно отовсюду, куда бы ни забросила нас судьба. В реанимационную палату, в Америку, в Чили, в Урюпинск, в Аргентину, неважно, и оттуда видно вознесшегося Иисуса, и оттуда Его Дух Божий приходит на нас. Но самое главное, мы вот сели на стул, мы задумались о жизни, и тут Христос воскрес, и тут Он с высоты небесной приходит, и Его Дух начинает в нас дышать. И вот тогда и мы поднимаемся со стула обыденности, со стула привычки, со стула уныния и тоски, и встаем. Мы поднялись, и воскрес Христос. Христос воскресе! Во истинно воскресе! Христос воскресе! Во истинно воскресе!